Ребятки, всем привет! Доброе утро! Ой, ветерок поднялся! Хорошо, хорошо, хорошо! Ветер, ветер, ветер! Ребята, бегаем в душ! Мы его слили нафиг, этот душ! И когда надо принять душ, а это каждые минут 15, мы просто открываем кран, я вам уже рассказывала, и холодненько льется, обливаемся холодной водой. Что, утро началось! Мы вчера молодцы! Вчера вечером убрали всю грядку лука, посаженного весной. Все, сбор урожая закончен. Завалили сарайчики. В общем, там килограмм 100 есть. Муж говорит, что больше 100 килограмм. По ощущениям, по тачкам, по количеству лука. Но он не весь там на хранение. Там много у которого стрелки, то его надо будет отсортировать. И отдельно, который нам побыстрее скушать надо, который на хранение. И сегодня осталось у нас еще 4 ряда на утро лука, который под зиму посажен. Но его не так легко выкапывать, потому что если этот весенний посадки выдергивается, в принципе, как бы лопата не нужна, то тот, который под зиму, он ушел немножко глубже в землю. И знаете, такая, как трещина, земля такая его как будто сковала. Ну, в общем, там лопаты приходится выкапывать. Сегодня утром муж пошел, говорит, я поеду с тележкой. Повез тележку. На огородах никого. Говорит, я буду копать. Один рядочек выкопал, говорит, мне очень жарко. Душ приняли и вот сидим. Вечером останется у нас 3 ряда вот этого подзимнего лука. И все. С утра надо варить, ребята, на обед суп. Закончились все супы у нас. Ну, мы так на обед суп кушаем. Хотя пишут, как вы горячее едите. Тяжело, тяжело, но едим. Вот. И сбежала с кухни, ребята. Суп сегодня варил гороховый. Ну, что-то уже не знаю, что готовить. Гороховый давно не ели. А горох же долго варится. Поставила варить и сбежала оттуда, потому что невозможно. В кухне я положила градусник. Вчера 35 градусов в кухне. Представьте. А ты еще стоишь у плиты, и там такое горячее. Короче, тяжко на кухне. Вот. Вчера вечером же, я вам-то не доснимала. Пошла собирать огурцы. Я же каждый раз думаю, что все, все, он има огурцов. Он мне уже пишет. Боже, достала своими огурцами. Ну, так не заходите, не смотрите. Идите на чьи-то другие огурцы смотрите. Сейчас время такое. У кого огороды, идет сезон огурцов. Подождите, сейчас помидоры пойдут. На всех каналах будет помидоры, помидоры, помидоры. Вот. Просто вам нужно, наверное, поменять, ну, это самое, специфику канала. О чем-то смотреть, я не знаю. Про машины какие-то там, или еще что-то. Про аттракционы, я не знаю. Про цирки какие-то там на арене. Что угодно, да. Только, значит, не огородные дела. Каждому свое. Вот. Так вот, про огурцы мы продолжаем. Я пошла, взяла ведерко, думаю, ну, все, тут уже остатки, остатки, каждый раз остатки. И что вы думаете? Я вчера полтора ведра собрала огурцов. Ну, правда, много великанов. Я же оставила не раз в сутки, решила собрать, а раз в двое суток, чтобы на закваску, на закваску. Ага, нифига. Великаны повырастали. Слишком много двое суток для огурцов. Они как грибы нарастают. Вот. Ну, так стараюсь поливать. И вчера полтора ведра собрала, и я глянула, что там очень много вот таких мелких огурчиков еще валом. И цветочков валом. Вот. И думаю, ну, как так? И вчера открыла полив, еще полила и хорошо залила. Ну, часа полтора поливалки работали. На помидоры перекрыла, убрала, потому что, ну, не знаю, одно время поливала, поливала, поливала. Что-то поболели мои помидоры. Думаю, а может быть и не надо этот полив, потому что, не знаю, солнце шпарит, может, оно еще больше обжигает, когда мокрая земля. У меня такое ощущение, что еще больше испарения. Фиг его знает. Короче. Но факт остается фактом, что помидоры поболели, но тем не менее, вчера у меня был первый сбор такой прям урожая помидоров. Я собрала ведерко 5-литровое, полное, прям с такой горкой, собрала помидоров. Их много. Много на кустах. Я постаралась собрать самые такие спелые, самые красные. А там много таких, знаете, что вроде как еще бы день-два повисело. То я бы могла собрать и ведро помидоров. Ну, то есть нормально. Мелковатые, но их много. И так интересно, поболели как-то в одной части моей плантации. Такое ощущение, что вот один какой-то сорт, вот он и поболел. Ну, дай бог, ничего страшного. Минус один сорт, остальных там много, и все будет хорошо. Остальные как-то не так болеют. Как-то вот одно место такое больное, что они даже в зеленом состоянии, уже так им хана. Ну, мне пишут, что это фитофтора. Ну, может быть, фитофтора каждый год. И у соседей, и дальше нападает фитофтора, независимо от того, пшикает, не пшикает. Это такое. Год на год не приходится. Вот. Так что огурцы еще собираю, ребята, потихонечку. Так что еще насладитесь заготовками огурцов снова. А я их сейчас перемою, замочу и вечером закрою. А что снимать? Что в жизни происходит у плиты с этими помидорами, с этими банками, с клянками? А что же делать? С другой стороны, зимой оно все скушается. Что будет зимой, как мне известно. А у нас огурцы, и так, конечно, было бы лучше, если бы в огороде мясо росло. Вот. Чтобы побольше, знаете, белка получать. Огурцы огурцами, а мясо-то охота. Но, к сожалению, нет у нас хозяйства. Так мы и по сей день не решились на это все дело. Хотя кто-то пишет, что Юля, давай рискни, попробуй. Я тоже думала. Если честно, я в этом году собиралась завести, но не курочек, а 2-3 каких-то утки, не знаю, индоутки. Короче, чисто для того, у меня очень много отходов. Вот представьте, много консервации там. Не знаю, лушпыня вид лука, там очистки морковки, там те же кабачки, свекла. А, свеклу вырыли, ботву эту, эти уточки запросто могут съедать. И это все выбрасывается, выбрасывается, выбрасывается. То есть горы вот этого такого как бы отходов, казалось бы, но эти же уточки, это бы все ели. Я же хотела, думаю, так, 2-3, вот чисто, чтобы они у меня были пожиратели. Ну, понятно, там когда-никогда, без зерна все равно птица не может. Это я уже поняла. Вот. И, ну, где-то там зерно подкупить и его подсыпать. Ну, как-то до этого не дошло, ребята, потому что сезон начался очень быстро. Огород, все дела, посадки. У нас ранняя весна, мы рано все посадили. И как-то закрутилось, завертелось. Потом ремонт этой кухни, которой вообще, вообще не планировалось. Я кажу, чтобы не обсыпался цей потолок, ну, он и был, как типа обсыпанный, но оно начало еще дальше сыпаться. Если бы оно не падало, так бы эта кухня страшненькая у меня и была. А так как-то одно за другое это ремонт кухни. И, короче, а сэш уточке надо время уделить, надо сделать ей жилище, разобраться в этом вопросе, что там где ей подстелить, чтобы ей было хорошо, удобно, что там в воду, там не в воду. Ну, короче, и как-то просто не хватило времени на это, сил, ну, и, наверное, в какой-то степени желания. Поэтому так я в действии свои мысли и не привела. Ой, да я вообще такой человек. Мне кажется, многие, люди так, что мы планируем, 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 а выполняем какую-то небольшую часть. Потому что в голове вроде бы так кажется, ой, я и это, я и здесь, я и там, и всё успею. А оно так вроде не получается. Не вроде, а не получается. Потому что в сутках времени не хватает, где-то ты устал, где-то что-то пошло не по плану. Тоже есть такое. Ты себя запланировал, а оно всегда не по плану. Ты планируешь одно. Вот что вы думаете, я вечером ложусь спать, у меня мост так устроен, если так завтра то-то, то-то, это, это. И так у меня хорошо всё разложено, по полочкам так всё. А с утра уже, я сегодня злая хожу, сфыркаю. Чего с утра злая, сама не пойму. А я знаю, что злая. Ну, я же могу найти опрещину, всегда человек найдёт. У меня была ночью жарко, ребят, так мучилась. Я уснула часа три ночи, было дуже жарко. Жаркая ночь, я опять зажару, видите. А шо? Ну, потому что жара вокруг нас вертится, то ли мы вокруг неё вертимся, бесконечно. И я этот самый, сюда выйду, тут сижу час ночи, два ночи, вроде бы как чуть прохлада. Захожу в дом, ложусь на кровать, прилипло, шея мокрая, подушка мокрая, альма вообще, она у меня даже в ногах не спит. Она рядом на полу, вот так вот распластавшись, и переворачивается, смотрю, периодически с одного бока на другой. Думаю, чем мне на полу лечь? А я так руку опустила, линолеум потрогала, блин, он вроде прохладнее, чем постель моя. Короче, блин, он не легла на полу. То есть, жарко было, я, наверное, не выспалась, что-то, короче, какой-то. И я к тому, что день пошёл совершенно не по плану. По моим планам, я уже должна была кучу дел переделать, а я вот горох засунула, засыпала, вернее, в кастрюлю, и всё, и убежала, и сижу. Дальше мне ничего не охота. Муж хоть ходил на огород, лука порвал, я никуда не ходила. Не хочу, не буду, и не могу. Такое. Включила не хочу, и сижу, страдаю вот так. А я вообще такой человек настроения. Вот сейчас вроде довольна, я там что-то там, о, пальмы, пальмы, а потом, блин, тут же какая-то минута, я смотрю, блин, так всё заросло, я начинаю себя съедать, что я лентяйка, лентяйка. Потом я говорю, да не, не так уж и плохо. Вот такое у меня в голове, представляете, так живу, блин. Короче, ну, я к тому, что не надо планировать, всё равно, вот у меня муж правильно живёт, особо никаких планов. Не, ну, какие-то минимальные, конечно же, необходимые жизни есть там, потребности, которые ты должен там выполнить, да, в течение дня. Вот. А так особо, вот как будет, как будет, наступит время, вот я и буду думать. Ну, типа, я, видите, другого плана человек, мне так не получается, как бы я ни старалась, темы разные. Вот. Короче, так и живём, ребята. Завтра у нас немножечко ниже должна быть температура, сегодня пишут, что 40 в тени, а завтра, по-моему, 33, 34, 34, 33 вроде. Короче, должно быть там ниже на градусов 7, по-моему. А, и ветерочек, там написано, порывы ветра 10 метров в секунду. Это такой нормальный прям ветерочек. А, вчера убираем лук на огороде, муж на луке, я на огурцах, и такое, в стороне такое, б-б-б-б. Смотри, что это, перепугалась. Ну, мы поняли, что по скорости вот этого бабаха, что это гром. Вот. И где-то проходило, а, и вечером уже начало смеркаться, и в стороне, короче, так раз, и небо светилось, но не от чего-то, да, такого, а именно от молнии, потому что быстрая такая вспышка молния дает. Мы так смотрели, с ним, ну, к нам ничего не пришло, а как было же, а где-то гроза прошла стороной, где-то, это самое, мимо, так далеченько, потому что не ветра особо нет. Нет, пару раз что-то ветер так подул, и затих, и все на этом закончилось. И вчера же соседка казала, что у нас сегодня гроза, мы же чего вчера и спешили лук убрать, вот этот весенний весь, потому что соседка сказала, что дождь. Я посмотрела по прогнозу, у меня пустыня Сахара, у меня нема там по прогнозу дождя. Открывает другой прогноз, стоит, с трех до шести гроза, мол, ну, и мы же постарались вчера весь лук, ну, мужу, конечно, спасибо, я там помидоры, огурцы собирала, он по луку, я потом присоединилась, помогала. Вот, короче, убрали, молодцы. А сегодня зашла посмотреть прогноз, от грозы никакого дождя и следа не осталось. Короче, опять нас надурили, вот так вот, дурят нас. Не, на самом деле, я шучу, потому что ветер в любую минуту, оно вроде бы как шло-шло в нашу сторону, это гидрометцентр, метео, гидро, кто они там, метеоцентры, короче, посмотрели, о, ветер в Юлькину сторону дует, и написали Юльке, что, о, может быть гроза. А потом ветер, хоп, и поменялся, и уже все, Юлькины махгрозы. На самом деле, все ждут дождя, потому что, ну, все понимают, что дождь есть дождь, хороший, капитальный такой дождик, он не заменит из этого нашего полива, там, со шлангочки и так далее. И плюс полив, это нынче дорогое удовольствие, потому что счетчик кубы, ну, если вот городской водой поливать, кубы-то мотаются, считаются, и потом приходят большие китанцы. Вот, то есть все ждут дождя, потому что растение страдает, и то, я не знаю, грех, жалц, я в этом году меньше поливаю, чем обычно. Ну, потому что у меня, хоть и я не кубы мотаю, но у меня электричество, не у меня у всех подорожало электричество, а у меня насос качает, электронасос. Я меньше поливаю огород, но, ребята, на урожай грех жалец. Кабачки есть, огурцы есть, помидоры, он уже ведерочка собрала, как бы все нормально, морковь есть, свекла есть, картошка, что-то там тоже есть, копаем мы, не покупаем. Ну, в общем, так что все хорошо, все хорошо. Земля есть земля, земля прокормит, в любом случае, просто нужно вложить, конечно, немного физического труда, хотя в моем случае немного. Я поначалу, видите, там барахталась, барахталась, а сейчас забросила, чисто урожай собираю, да, и ладно. Как муж этот самый, я тут послушала своего мужа, что ты там убиваешься? Там кто-то спрашивал, муж тебя не ругают, что ты там на огороде? Ну как, нас такого нет, чтобы мы вообще за что-либо друг друга ругали, но говорит, что нафиг на тебе, как будет, так будет, осенью скосим, ну и я послушалась. Короче, скосим так, скосим, у нас каждый год так получается. С мотокосой зашел, покосился, кучу собрали, в тележку погрузили, в конец огорода вывезли, все, трактор заехал, перей этот самый, и забыли. И все. И я тогда люблю момент, ребята, когда в конце сезона у нас уже трактор ездит по огороду, а мы такие, а мы так получается, что у нас не запланировано перемотоблочивается, соседям поехал, там перепахивает, муж подходит, и нам тоже, ну он привык, и другие соседи увидели, и нам тоже, и это самое. И мы бегом, эти кучи, он тут и ездит по соседскому огороду, мы тут кучи собираем, собираем, возим, у нас такое, там пятая скорость включена, и потом, когда он уже заехал к нам на огород, и мы тут садимся, и такой кайф, что, я телефон уронила, что сезон закончен, и все, уже трактор еды, и я понимаю, что я туда теперь ни ногой не зайду, но потом перед зимой остается там лук, чеснок посадить, то такое уже, вот, а что, пол лета прошло, скоро уже наступит этот момент, соберем урожай, и все будет хорошо, ребята. Так, ладно, пойду перемешаю, там вот тут горох, что он там сварился, не сварился, все, ребята, супчик гороховый, у меня готов, супчик гороховый, вкусный, будет на обед, надо эту пенку собрать, она некрасивая, сейчас соберу, ребятки, пошла собирать урожай кукурузы, это я еще не все прошла, собрала, она уже, она уже готова, ну правда вот такая, смотрите, эта, которая кормовая у меня, она, видите, не этот сам, много вот таких вот полупустых, короче, почему, не знаю, где еще, какую раскрыть, много полупустых, ребята, тут вообще кто-то подъел, ну там надо, эту молодую слишком сорвало, блин, где еще какую посмотреть, вон, смотрите, видите, полупустая, ну не знаю, короче, надо поугощать, уже попросила вечером съездить в город, я как раз маме, полный пакет АТБ, что набрала огурцов, вот, на квашение себе оставила немного, фу, короче, перемыла, залила, сделала еще 3,07 баночки квашеных, спустила в погреб, аж у меня там свет горит, спустила в погреб, вот, смотрите, видите, короче, вон там на ступеньке, тряпочка постелена, ребята, Альма настолько погибает от жары, мучается вернее, прохожу мимо, думаю, что это белая там маячит, а она вот там села, там не было этой тряпки, короче, сидит бедолага, вот там на лестнице, это получается, раз, два, три, на пятой лесенке, а там прохладно, и села, и сидит бедная, и смотрит в стену, я в шоке, я говорю, бедная моя собака, я ей постелила там, вот, но она сейчас ушла, я ее в доме закрыла, она в дом попросилась, в общем, сейчас возьму ведро, сейчас это рассыплю по пакетам, поугощаю туда, собираю всем пакеты, родственникам, и, чтобы ведро освободить, пойду еще кукурузу собирать, бою я до конца так и не дошла, ребята, у нас дождь пошел, ура, ноги грязные, смотрите, мы только-только закончили собирать последний лук, только завезли тележку, как громыхнуло, и все, блин, гараж я закрыла, да, палочкой подперла дверь, вон, в кухню залетает, капец, там полы мокрые, закрыла дверь, прикольно, ну, что, ребята, недолго музыка играла, недолго, дождик моросил, все закончилось, тут все мокренько, но в саду, смотрю, дорожка сухая, ой, капец, мы садимся обедать, потому что что-то мы просрочили, называется просрочили, уже время почти 3 часа, суп гороховый, который я сварила, яйца, хлеб у нас есть, на десерт, вот, соседка, кстати, вчера угося, каждый год угощает, нам дает ведро, это не слива, ребята, я вам даже сейчас откушу, покажу, это, она называет, это алыча слива, смотрите, часа откушу, смотрите, какая она внутри, видите, сладкая, обалденная, что-то между лучой и сливой, шкурка кислая, кожица, а внутри сладкая, короче, это наш десерт, вкусненький, formaむ, чесненький, работаете, в Сливу, такие, Продолжение следует...